Смирно. Вопрос такой у меня. Чувства такие, правильные или неправильные. Значит, в Старозаконе 23 глава сын блудницы не может войти в общество Господне. И до 10-го поколения. Я сначала, у меня такой страшок появился, но потом я подумал, что Господь нас избавил от этого. То есть нам в наседание, чтобы еще больше благодарны Галифову, то Господь нас избавил от этого проклятия, которое в детском завете раскладывалось. Правильная мысль у меня? Правильно-то, правильно, но наследие-то идет и трудно стать. Вот бывает, дети рождаются, еще только родился, а уже сифилисом заряжен. Почему? Наследство, да. Наследство оно идет. И до какого рода? Сегодня ничего не понимаю. Ты смотришь, я сейчас только занимался Лонгином, метрополит на Украине, который. Такой умница. Он герой Украины. 400 детей с большими недостатками. Слепо, глухо, немые. Даже таких брал. Зараженных СПИДом. 400 детей. Это он монастырь, его там все... Ну смотришь, рукоположность священников 25 лет. Шестой Вселенский Собор. 14-15 правила категорически запрещают. Ибо Христос пришел на землю, Бога-человек, и стал проповедником не раньше 30 лет. Когда говорят какие-то... Такие вот остановки людям, то не объясняют, просто не должен делать и все. Но здесь конкретно показывает. Ибо и Христос вышел на проповедь, как учитель, не раньше 30 лет. Поэтому правила в дьяконы до 25 лет нельзя. Священство передается выше, это 30-летний. А у нас даже вот патриарх, друзья, Кирилл, до 30 лет уже епископ. И вот подходят люди, которым голову мочили. Ну, нет такого крещения. Крещение это погружение. Погружение. Евнух и Филипп сошли оба в воду. И как поясняют? И выходя из воды. Как выходя, когда стоит на капельном полу? И к какому священнику не обратятся из 199 или больше? Ты крещеный. Ну, как крещен, когда не погружен? Слово крещение переводится только по-славянски и по-русски. Нигде этого нет больше. По-немецки, по-английски, по-гречески стоит погружение. Тауфен. Баптизен. Ну что, совсем одурели? Суд-то Божий будет, наверное, поистине. Он я есть истина, а не то, что люди придумали. А это нам не надо. Им не надо, куда людей ведут. Слепец, слепца ведет, куда упадут. Это не яма, а это ад гигинский. И при том, никакого труда-то нету. Вот священники стоят, епископы. Ребенка держат на спине, нераздетый. Стоит, ухмыляется, видно, отец. Черпает ладошкой, капает вода. В другом месте ведро один держит. Вот, там, Олег Стеняев. Он ведро рукой, а этот уже обритый, видно, на войне. Он ничего не знает. До трех до пяти лет надо учиться только. Оглашено, извините. Это литургия Иоанна Златоуста. Сегодня выбросили ее, потому что не исполняют. Это нет. Это уже не литургия Иоанна Златоуста, а петьки да баньки. Как быть с этим? Никак не участвовать в этом. А вот они так, это все отвлеченное. Сегодня этого нет. Прикосновение к мертвому не делает человека оскверненным. Но, однако, при рождении столько-то времени ребенка рождает. Два раза дольше девочку, когда рождает. Ну, установлено. Новая скрижаль Семена Солунского. Вот, когда мальчика крестят маленького, его священник заносит в алтарь. А девочку никогда не заносит. Не заносит. А почему Лаодикийский собор там, строковое какое-то правило, запрещает женский пол в алтарь входить? Нельзя. Смотри, черное одеяние оделось, крутится туда-сюда. Я говорю, зачем же ты ходишь? Ну, меня благословил епископ. Как он может благословить, когда ты женщина? Когда ребенку восемь дней, ее нельзя заносить, а ты была замужем. Мы подурели совершенно. И что бы ни сказал, я уже как враг делаюсь. Когда слепой бредет со слепым, то нормально. Я сказал, яма ждет погибель. Уже все. Священники меня травят со всех сторон, как зайцев, гонящие собаки. Ты даже не представляешь, какая моя жизнь идет. За одну ночь 70 угроз. За ночь 70 звонков с угрозами. И попы травят. И сидят, и хмылятся. Я сказал, это не крещение, вы не занимаетесь, надо. Они собрались, кучи на меня лезут. Господь говорит, велика ваша награда. Это дело Божие, Господь допускает. Вас он трогать не будет. Но один священник вас, там Евгений, или кто, говорит, и то уже тяжко. А если будет не один, а пятеро будет вас, при входе и при выходе вас, пальцем будет показывать, не подходите, он прокаженный. Это еще вас легко... Да, держись крепко. Еще вот один вопрос у меня такой. Это я его заканчиваю. У нас это не действует. Но надо придерживаться. Понятно. Все, понятно. Нет, второй вопрос у меня такой. Знаете, вот мне как-то, вот сколько я пытался пробудить любовь к матери. У меня, знаете, она умерла, конечно, давно. Но вот все детство как-то она меня... Я больше с бабушкой воспитывался. И в то же время, знаете, вот, как-то вот, ну, я не должен быть неприятным чувством. Я даже за отчима, мне было легче молиться, чем за родную мать, понимаете. Вот как вот это чувство разбудить, чтобы она все-таки любовь у меня появилась. Уже сколько лет ее нет, уже больше 10 лет, почти 15. И у меня как бы такое, чужое какое-то чувство. Ну, злоба хоть ушла, но мне какое-то озлобление было на нее, что вот она мне всю жизнь как бы испортила, получается, так. Вот, еще била, так далее. Ну, я зарабатывал, конечно. Ну, вот такая одержимая была. Я понимаю, что она была одержимая просто. Злобная такая. Вот как это выработать чувство? Так, вы в каком городе? Я молюсь, конечно. В каком городе находитесь? От Тюмени 900 километров. У вас что, больше некому отвечать? Вы меня все время задаете вопросы. Такие вопросы вы можете разрешать на месте? Хорошо. Хорошо, потому что у меня столько ответов, я едва-едва поправляюсь. Вот сегодня в 3 часа ночи я уже за компьютером сижу. А в 5 у нас начинается моление. Так что всего хорошего, Александр. По пустякам не заходите ко мне. Да, с Богом. Благодарю. Так, еще кто есть? Никого нет, отошел.